Как правильно ругаться с мужчиной? Не с каким-нибудь с улицы, а со своим любимым, с которым вы в отношениях. Сразу хочу начать с очень важной детали. Вы наверняка замечали, как у вас происходят конфликты. Сначала вы проявляете какое-то недовольство, может быть, даже накапливаете в себе определенные претензии. И в какой-то момент это все начинает выходить наружу, вы перебрасываетесь какими-то словечками, претензиями, недовольствами. И как снежный ком это все нарастает, нарастает, нарастает. И конфликт, агрессия. Поругались, разошлись, каждый в своей комнате сидит, не разговаривает, а может быть, даже еще и обижаетесь друг на друга. Я сегодня хочу поделиться с вами очень важными, секретными фишками, которые позволят вам минимизировать конфликты. И при этом вы будете понимать, как правильно выяснять отношения, для того, чтобы они не напоминали последний разговор в вашей жизни. Часто такое бывает, когда люди забивают большой гвоздь в каждом конфликте. Не нравится, дверь открыта. Все, задолбало, я развожусь. Выходи, уходи, я собираю вещи. Кто-то, правда, начинает собирать вещи, пакует чемодан. Но это все детский сад. Это такие невротические игры, в которых очень много людей находятся, в принципе, всю свою жизнь. С чего я хочу начать. Очень важный момент. Если вы обратили внимание, что ваш мужчина, либо ваша женщина вызывают у вас какие-то негативные эмоции, вы раздражаетесь поведением, словами, еще чем-либо, но при этом у вас нет в моменте возможности поговорить, ваша задача, в прямом смысле слова, взять хотя бы свой телефон, а если есть возможность, ручку и бумагу, и выписать прям пунктами все то, что вам не нравится. Пункт первый. Мне не понравилось, что моя женщина в присутствии других людей как-то не очень красиво пошутила надо мной. Или мне не понравилось, что мой мужчина во время разговора с моей подругой перебил меня с сарказмом, прокомментировал то, что я говорю и так далее. Почему это важно? Смотрите, когда информация остается у нас внутри, и мы не выносим ее за рамки своей личности, за рамки своего сознания, она имеет свойство нарастать как снежный кон. То есть мы аккумулируем, аккумулируем эту энергию. Плюс ко всему, если вы обратите внимание к претензии, которая возникла здесь и сейчас, обязательно придут какие-то биографические воспоминания, что вот, оказывается, он еще и месяц назад сказал, и еще два месяца сказал. И когда у вас появляется возможность поговорить, вы вываливаете на своего партнера все то, что вы у себя размножили. Когда я выношу за рамки своего сознания претензию, здесь работает очень простая формула. Что вовне, то не во мне. То есть вы обнаруживаете свою претензию вне себя, вы ее можете прочитать. И если вы отследите, агрессивность, раздражительность, обида ваша будет уже не столь выраженной, когда вы пойдете по списку. И это очень важно. Тем более здесь в большей степени начинает работать что? Мозговая деятельность, та часть мозга, которая отвечает за аналитику, логику, потому что вам нужно структурироваться, задействовать органы чувств, зрительный контакт, визуализация, воспоминания какие-то. Тогда агрессивности будет меньше. Следующий шаг, на который нужно обратить внимание, это изучить те процессы, которые вы не можете наблюдать. То есть то, что человек раздражен, недоволен чем-то, вы можете видеть перед собой. Мимика, жесты, интонация и так далее. А вот есть процессы, которые мы с вами не анализируем. Например, давайте возьмем вегетативную нервную систему. И посмотрим на то, как она работает. Начнем с симпатического отдела вегетативной нервной системы. Когда мы находимся в состоянии стресса, когда мы занимаемся каким-то трудом, работой, наш организм сопровождается симпатическим отделом. Именно в этот период в нашем организме, скорее всего, очень много гормонов, которые помогают нам в прямом смысле выживать. Среди них может быть и такой гормон, как норадреналин. Это гормон гнева и ярости. И, казалось бы, ваш любимый человек, ваша женщина, ваш мужчина могут быть вполне адекватными. Но, когда организм находится в симпатическом состоянии, вы не можете договориться ни о чем. Любая фраза, любой вопрос, либо вас, либо его, выводят из равновесия. О чем это говорит? Это говорит о том, что кроме самих конструкций предложений, конфликтогенов, которые могут в них быть, организм не готов к принятию информации. Не потому, что у вас плохой характер, не потому, что у вашего мужчины плохой характер. Организм защищается. Вот я даже приведу такой пример. Часто, знаете, мужчина приходит домой с работы, напряженный день, он там понервничал, не получилось подписать какой-то договор, либо руководство вынесло ему мозги. Его организм находится в симпатическом состоянии. Он переступает порог дома. Если женщина, а уж часто женщина этого даже не понимает, выходит с ним на контакт через информационный посыл, который способствует тому, чтобы симпатический отдел оставался в тонусе, все, что она будет говорить, будет восприниматься мужчиной как раздражитель. И он начнет либо избегать разговора, либо пойдет на конфликт. И в любом случае это приведет к тому, что вы поругаетесь. Речь не идет о том, что только женщина должна вот таким образом отслеживать состояние мужчины. И мужчины мы тоже должны это делать. Я расскажу вам еще такую небольшую историю. Вот смотрите, мужчина и женщина оба тяжело отработали рабочий день. Организм еще не переключился в состояние восстановления ресурсов. То есть из симпатического отдела в парасимпатический отдел. И они встречаются. И начинают разговоры. Какие разговоры? Они делятся тем, как прошел день, рассказывая друг другу о неудачах своих, о проблемах, о нерешенных вопросах, о каких-то ситуациях, которые заставили понервничать. И это происходит очень часто. И два человека даже не предполагают, что в этот период времени они наоборот усиливают стресс. С одной стороны, на эту картинку можно посмотреть так. Но мы же близкие друг к другу люди. Как же нам тогда поделиться наболевшим? Всему свое время. Мы же не будем на свадьбе говорить поминальные речи. Или не придем на поминки для того, чтобы петь частушки свадебные. Так же и здесь. Когда вы встречаетесь, неважно, где это происходит, дома, в общественном месте, ваша задача поспособствовать тому, чтобы организм и ваш, и вашего мужчины перешел из симпатического состояния в парасимпатическое. Что вы для этого можете сделать? Для этого вам нужно сесть за стол, позавтракать, пообедать, либо поужинать. Все зависит от того, какое сейчас, значит, какое время дня. Почему? Начинает работать пищеварительная система. Начинается слюноотделение. А слюноотделение – это один из признаков того, что парасимпатический отдел вошел в свою активную стадию. И вот после того, как вы поели, или во время потребления пищи, в вашем организме появляются совершенно другие гормональные формулы. Организм уже не находится в состоянии стресса. И в таком случае выходить на контакт гораздо проще. Поэтому, употребляя пищу, мы стараемся говорить друг другу только что-то очень приятное, делиться позитивными эмоциями, мечтать о чем-то, планировать что-то. После того, как вы поели, после того, как организм уже в состоянии парасимпатическом, вы можете даже перейти к обсуждению наболевших тем. Возможно, даже высказать какую-то претензию, недовольство, поделиться с тем, что вас не устраивает. Но когда это будет происходить уже в сопровождении парасимпатического отдела, вероятность конфликта будет гораздо более ниже. Обратите внимание, если мы смотрим даже на самые задушевные беседы, где они происходят? За столом. Интересные обсуждения. Люди даже бессознательно за столом, обсуждая какой-то негатив, стараются переключиться на что-то хорошее. То есть вообще застолье, оно подразумевает расслабление и кайф. А плюс ко всему еще и внутренние процессы наши, связанные с вегетативной деятельностью. Следующий шаг, очень интересный. Обратите внимание, как, допустим, политики выступают с заявлениями. Они это делают в положении стоя. Почему? Ну, потому что позиция стоя, это позиция атакующая, это позиция где-то агрессивная. В ней может быть явная агрессия вычислена, может быть и пассивная агрессия. Но в любом случае эта позиция показывает твой настрой и посыл. И когда два президента, либо два премьер-министра выступают с заявлениями, они стоят. Обращали внимание? Это не очень выгодная позиция для разговора. Постарайтесь уйти от обсуждения проблем, претензий, обвинения в этой позиции. Не нужно показывать партнеру, что ты готов идти в атаку. Эту позицию атакующий воспринимает и мужчина, и женщина. Вопрос возникает, а что же мне тогда делать? В какой позиции мне общаться со своим мужчиной, либо со своей женщиной? Если мы говорим про более благоприятную позицию, это, конечно же, позиция силе. Потому что даже все переговоры и в политической среде также происходят в формате переговоров за столом. То есть, эта позиция показывает, что я готов, либо готова выслушать тебя, твою точку зрения, я готов принять ее к сведению, я готов эту позицию проанализировать, высказать свое мнение, и мы можем с тобой договориться. То есть, если в позиции стоя это четкие утверждения, ну, например, какой-то депутат говорит, я считаю, что распределение бюджета необходимо осуществлять по следующему принципу. И высказывает 10 пунктов. А другой депутат говорит, а я считаю, нужно вот по таким-то принципам расходовать бюджет. Это две четкие позиции. Но если эти люди решили придерживаться каждой своей позиции, они никогда не окажутся за столом переговоров. Если вы увидели двух этих людей, сидящими друг напротив друга за столом переговоров, вы уже должны понимать, что они допускают компромиссные решения и сотрудничество. И именно для этого они туда сели. Следующий вариант, о котором я вам расскажу, это вообще вот вся тема, связанная с коммуникацией, речевой между мужчиной и женщиной, это вторая сигнальная система высшей нервной деятельности человека. Люди, которые не задействуют, не прокачивают, не тренируют ее в общении друг с другом, это несчастливые люди. Потому что вот эта система переговоров, о которых я сейчас говорю, она подразумевает успех. Когда мы идем в конфликты постоянные, в разборке, ничего похожего не происходит. А почему эти конфликты осуществляются? Мы бессознательно используем речевые конфликтогены, доминирующие части психики агрессивные. И вот я на своих мастер-классах бесплатных, ссылка у меня здесь есть, в описании под этим видео, часто рассказываю о том, как мужчине и женщине отрегулировать вот эти части психики, убрать из своей речи конфликтогены, которые повышают вероятность скандала, агрессивности и наладить гармоничные отношения. И, конечно, когда человек подходит к этому процессу разумно, то есть я хочу научиться этому, а не интуитивно, импульсивно впускать в свою жизнь выяснение отношений, тогда все становится на свои места. Поэтому присоединяйтесь, ссылка у меня в описании на мои бесплатные мастер-классы, там вы можете найти очень много полезной для себя информации. Следующий момент, это самый благоприятный, мы сейчас говорим опять-таки про отношения мужчины и женщины, это переговоры в позиции лежа, в прямом смысле слова, когда вы после того, как поели, организм находится в парасимпатическом состоянии, вы пошли, прилегли со своим мужчиной, либо со своей женщиной и обсуждаете наболевшие проблемы. Позиция лежа изначально позиция ненероассоциативно отсылающая вас к самым приятным состояниям. Это восстановление ресурса в виде сна, это приятные сновидения, это расслабление организма, это отдых, это секс, это все то прекрасное, что вы проживаете в горизонтальном положении. Плюс горизонтальное положение, оно менее агрессивно, где-то даже беззащитным его можно считать, потому что и спящий человек беззащитен, а здесь позиция лежа, она вообще располагает какому-то диалогу. Вы даже вспомните, как раньше в Древнем Риме представители сенатов встречались, за одним столом эти сенаторы, как они находились, в каком положении, они не сидели, они были в положении полулежа, отдыхали, разговаривали, пили вино, употребляли фрукты, там булочки какие-то ели и разговаривали друг с другом. То есть попробуйте вывести обсуждение конфликтов в горизонтальное положение. Если мы говорим даже про стоящий мужской член, фаллический символ, позиция вертикальная, это всегда агрессия, если вы посмотрите на то, как строители и в древние времена, и в настоящее время соревнуются, у кого самая большая башня, у кого самое большое здание, и они все, вот эти строения, как правило, имеют такую фаллическую формулу, фаллическую символику. Это говорит об определенном посыле, агрессии, мощи, власти. И когда в вертикале вы выясняете отношения, будет катастрофа. Когда вы переходите в горизонталь, сидя, либо еще лучше делаете это полулежа, эффект становится совершенно иным. Безусловно, если мы говорим с вами семью, которая вышла уже на стадию, где они рубят канаты и делают все возможное где-то осознанно, либо бессознательно, чтобы уничтожить отношения, уже никакая форма не поможет. Здесь необходимо прибегать естественно к более глубоким практикам, о которых я также рассказываю на своих мастер-классах бесплатных. Ссылка у меня в описании находится. Но большей части семейных пар, которые хотят сохранить отношения, эта формула обязательно помогает. То есть мы изучаем процессы, связанные с накоплением негатива, выносим их за рамки, выписываем вопросы и претензии. Мы понимаем, как устроена вегетативная нервная система и стараемся выходить на контакты и обсуждения, когда организм находится в парасимпатическом состоянии. Мы избегаем разговоров стоя, стараемся обсуждать все проблемы и конфликты сидя, а еще лучше лежа. Так что прокачивайте навык счастливых отношений, коммуникаций друг с другом, подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокольчик, ну и регистрируйтесь на мои бесплатные мастер-классы. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok